Моим сегодняшним текстом послужат слова 32-го и 33-го стиха 25-й главы Первой книги Царств. Звучат они так. И сказал Давид о Вигее, благословен Господь Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу мне, И благословен разум твой, и благословенна ты за то, Что ты теперь не допустила мне идти на пролитие крови и отомстить за себя. Этот отрывок взят из той части истории Давида, Когда он и его люди скрывались от Саула в пустыне Фаран. Они были в нужде, и Давид послал десятерых из своих людей Попросить у некоего навала, очень богатого человека, провизию. Когда-то Давид и его шестьсот человек оказали его пастухам большую услугу, Кормяя их и охраняя от грабителей, Которые нападали на бессощитных пастухов и забирали их стадо. Но вместо того, чтобы заплатить за добро добром, Навал грубо ответил, говоря, Кто такой Давид? Ныне стало много рабов, бегающих от господ своих. Неужели мне взять хлеб и воду мою, И мясо, приготовленное для стригущих овец у меня, И отдать людям, о которых не знаю, откуда они? Этот оскорбительный ответ сильно смутил Давида. И тут же он решает расправиться с этим негодным человеком. А поясавшись мечом, Давид и четыреста его отборных борцов Направились к Навалу. Но вот совсем неожиданно для Давида Навстречу ему вышла Авигея, жена Навала. Она падает к его ногам и умоляет его Не делать ничего, о чем он позже мог сожалевать. А Авигея сказано, что женщина эта была весьма умна и красива лицом. А о ее муже сказано, что он был жестокий и злой нравом. И вот эта умная женщина, узнавши о намерении Давида, Пытается предотвратить его от кровопролития, Прибегая к сильнейшему аргументу. Не берись мстить сам. Пщение принадлежит Богу. Он поступит справедливо. Не делай того, о чем позже будешь оплакивать и сожалевать. Придет день, о котором Господь тебе говорил, и будешь вождем над Израилем. Тогда не будет это огорчением и беспокойством, Что не пролил напрасно крови и сберег себя от мшения. Давид узнал Божий голос в словах этой разумной женщины. И потому отвечает ей словами нашего текста, «Благословен Господь, Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой. И благословен ты за то, Что ты теперь не допустила мне идти на пролитие крови И отомстить за себя». Я думаю, что Господь сегодня имеет нечто особое Сказать нам через это событие из жизни Давида. Во-первых, оно напоминает нам еще раз, Насколько неустойчив человек И насколько мы должны быть постоянно насторожены, Чтобы не пасть. Вчерашней победой не является гарантией, Что сегодня мы не падем. Христос сегодня нам говорит, «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Апостол Павел предупреждает, говоря, «Посему кто думает, что он стоит, Берегись, чтобы не упасть». Давид нелегко раздражался, Мы знаем это из его характера. Он отличался спокойным характером. Он уповал на Господа, Ожидал Божьего времени, Искал Божьего водительства. В двух случаях, когда ему представилась возможность Уничтожить своего лютого врага, Саула, Он проявил великодушие И побоялся коснуться Божьего помазанника. Помните, как задела его совесть, Когда он отрезал край Сауловой одежды, Который спал, когда Давид нашел его в пещере. И вдруг этот человек спокойного нрава Готов на кровопролитие. Как раз там, где он показал себя крепким, В этот раз он теряет свое самообладание, И если бы не благодать Божия, То он совершил бы величайшее преступление. Возлюбленные, искушение приходит к нам, Когда мы менее всего их ожидаем. Поэтому самые сильные из нас Не исключены от возможности пасть Именно на той почве, На которой мы считаем себя сильными. Пусть этот пример еще раз напомнит нам, Что в нас нет ничего хорошего, И хвалящийся пусть хвалится Богом, А не чем-либо в себе самом. Ибо в час, который мы меньше всего ожидаем, Подкрадывается к нам искуситель, И горе нам тогда, если мы не бодрствуем. Да, стопы Давида едва не подскользнулись. На этот раз он не сдержался, Разгорячился и поспешил на преступление. И вот тут как раз благодать Божия его не оставила. Бог послал Авигею, чтобы предустранить грех. Она оказалась Божьим ангелом, Который не допустил Давида согрешить, Чтобы потом ему не оплакивать свой поступок. Дорогие друзья, Сколько раз Господь посылал своих ангелов, Хранителей, чтобы остановить нас, Ставил преграды нам, Когда мы были на грани, Обесславить имя его каким-нибудь опрометчивым поступком. Вы только подумайте, Что было бы, если бы в такой критический момент Господь не предотвратил бы наши стопы? Конечно, ответ на этот вопрос вы знаете. Подумаем сегодня, дорогие друзья, О том, какая великая милость Оказана нам через предотвращающую благодать Божию, То есть благодать, которая препятствует нам грешить. О, как мы должны благодарить Бога за такую милость! Да, какая радость, какое удовлетворение, Какой мир переживает тот, кому прощены грехи его. Когда Христос простил расслабленного, Он обратился к нему со словами «Дерзай, чада, прощается тебе грехи твои!» Иначе говоря, ободрись, радуйся, Все твое прошлое прощено, оно забыто. Но если в прощении такое благословение, То подумайте, какая благодать Оказана тому, который был сохранен от преступления. Не приходилось ли нам иногда думать, Когда слушая свидетельства какого-нибудь большого грешника, Что, мол, мое спасение может быть уж не так актуально и действительно, как его, Потому что я так глубоко в грех не падал. Но, дорогие друзья, грех есть грех. Мало ли он нам кажется или велик. Грех есть мерзость перед Богом. Если мы дали Духу Святому действительно показать нам, Насколько ужасен грех, То грех, который казался нам незначительным, Оказался весьма большим. И когда этот грех прощен и омыт кровь Иисуса Христа, То и наша любовь к нашему Спасителю Будет соответственно велика. Поэтому человек, который был сохранен от греха, Имеет двойную причину славить и благодарить своего Господа. За благословение, которое он имел в прощении грехов, Так как в прощении он нуждался так или иначе, Будучи грешником, И за предотвращение новых грехов. Такому была оказана двойная милость. И за такую милость каждый из нас имеет причину Благодарить и славить Господа. Иначе выходит, что, мол, давайте будем грешить, И при том, чем больше, тем лучше, Чтобы больше быть прощенным. Апостол Павел говорит, долой такой мысли. Продолжать грешить, чтобы умножалась благодать Божия. Никак. Мы не должны забывать, дорогие друзья, Что каждый грех оставляет свои пагубные следы. Правда, если мы исповедуем грех наш Богу И искренне в нашем покаянии, То Бог готов простить нам все наши грехи. Но, тем не менее, грех оставляет свои следы. Притом, согрешив однажды, легче согрешить во второй раз. И что так ужасно насчет греха, Это то, что грех почти невозможно стереть из памяти. Да, Бог, когда прощает, то он забывает. Но человек не способен так забывать. Память о его грехах преследует его всю жизнь. Помимо того, грех никогда не одинок. Он порождает целый ряд других грехов. Поэтому, если Бог тебя сохранил от какого-нибудь опрометчивого греха, То он фактически остановил целый ряд других грехов. Подумайте, какие следы оставляет наши грехи на других людей. Например, дети твои услышали слова из уст твоих, Которые они никогда не забудут. Да, ты покаялся, Господь простил тебе твое злоречие, Но эти слова навсегда остались в памяти твоих детей. Следы остались. Поэтому не удивляйся, если они сегодня сквернословят. Возлюбленный, будем помнить, Что даже если грех прощен и Бог одарил своей благодатью, То никогда грешить не может быть лучше, чем не грешить. Допустим, что человек пострадал в аварии. Скорая помощь успела увезти его в больницу. Там сделали нужную операцию, И со временем он выздоровел. Но гораздо ведь лучше было бы, Если человек не попал бы в аварию. Да, он поправился, Но последствия-то остались, И при том они останутся у него на всю жизнь. Так бывает и с ранами греха. Лучше было бы не грешить. Дорогие мои, нам не нужно грешить, Чтобы узнать, что такое грех. Ведь это игра с огнем. Мы ведь не сжигаем дом, чтобы узнать, Сколько он выдержит огня, пока не сгорит. Вы скажете, но ведь это абсурд. Да, действительно. Но еще безумнее играть с огнем греха. О, дорогие мои, будем славить и благодарить Господа За чудную его охрану от греха. За его предотвращающую благодать, Слава и благодарение ему. Думаю, что каждый из нас может засвидетельствовать О таких моментах в своей жизни, Когда Господь ставил определенные препятствия, Когда наши стопы были направлены на путь греха. И делал он это неоднократно и неоднообразно. Да, у Господа легион таких ангелов, Охраняющих своих детей от согрешения. Подумайте, дорогие мои, О некоторых таких авигеев, Которые пошли нам навстречу В такой роковой момент, Когда мы вот-вот и согрешили бы. Помните, что сказал Давид Авигей, Благословен Господь Бог Израилев, Который послал тебя ныне навстречу мне, Что ты теперь не допустила мне идти На пролитие крови и отомстить за себя. Одна такая авигея – это общение с детьми Божьими. Как важно, возлюбленные, Быть в общении с теми, Которые имеют общую драгоценную веру с нами. Как ясно, Слово Божие говорит, Чтобы мы не оставляли собрание своего, Но увещевали друг друга. Салмопевец Асав, Который говорит, Что едва не подскользнулись стопы его, Тоже испытал на себе предотвращающую благодать Божию. Дух Святой, в момент, когда Асав готов был пасть, Напомнил ему о Доме Божьем, Которым он стал пренебрегать. Сперва он думал решать этот вопрос самостоятельно. Он говорит, Думал я, как бы уразуметь это, Но это было трудно в глазах моих. Доколе не вошел в святилище Божие И уразумел конец их. Кто они, эти их, тут? Это были люди, живущие без Бога, безбожники, Которым он начал завидовать. И он чуть ли не решился пойти их путем, Когда он вдруг вспомнил общение верующих И пошел в Дом Божий. И там он понял, Что эти люди, которым он так завидовал, Находятся на скользких путях, И конец их гибель. Возможно, через проповедь, Или свидетельство, Или пение, Или через то, Что увидел брата на собрании, Свидетельство, которого он вспомнил, Он уразумел это. Но произошло это в Доме Господнем, И это предустранило его согрешить. Господь посылает также своих ангелов Через болезни и различные недуги. Сколько душ не было бы сегодня в Царстве Божьем, Если бы их не постигла болезнь здесь на земле. До нас, например, дошло свидетельство Одного из наших слушателей, Который по причине аварии потерял обе ноги. До этого несчастного случая он не знал Бога, Вел распутный образ жизни. Он был крайне несчастлив И еще более несчастлив После происходящей с ним аварии. Но вот, будучи прикован к своей коляске, Он однажды от скуки решил Включить приемник и услышал благую весть. В результате он покаялся, И теперь он благодарит Бога, Что Господь отнял его ноги, Чтобы он не пошел в вечное мучение, Но унаследовал жизнь вечную. Возможно, апостол Петр имеет подобное в виду, Когда он говорит в своем первом послании, В четвертой главе, Страдающий плотью перестает грешить, Чтобы остальное во плоти время Жить уже не по человеческим похотям, Но по воле Божией. Да, мой дорогой друг, Если страдание, болезнь Или какая-нибудь немощь Тебя не допустила идти путем греха, То можешь благодарить и славить Господа, Что ради твоего вечного блага Он лишил тебя здоровья. Господь лишает некоторых богатства, Или не дает того или иного таланта и способности Только для того, чтобы спасти эту душу. Да, Господь имеет бесчисленное количество таких ангелов, Авигеев, это служебные духи, Посылаемые на служение для тех, Которые имеют унаследовать спасение. Да, Господь предохраняет своих избранных от греха Самыми невероятными способами. Рассказывает об одном глубоко верующем человеке, Который однажды, проснувшись в середине ночи, Почувствовал сильное побуждение Встать и пойти к одному из знакомых В соседней деревне. Когда он пришел в ту деревню, То, к своему удивлению, В верхней комнате дома, В котором жил его друг, Он увидел свет. Он постучал в дверь. Через долгое время К двери подошел его друг. И он спросил, Что он хочет в такое позднее время ночи. Верующий брат ответил, Возможно, ты сможешь ответить мне на этот вопрос. Я знаю только то, Что Господь повелел мне прийти к тебе, Но почему, Правда сказать, Я не знаю. Пойдем наверх, Ответил ему его друг. Я думаю, тебе будет яснее. Почему? Они пошли в верхнюю комнату, И там этот брат увидел Висящую с потолка веревку. При помощи этой веревки Его друг хотел повеситься. Бог, однако же, Послал своего ангела, Чтобы не допустить этого человека Преждевременно умереть И лишиться вечной жизни. Возможно, не все провидения Божьи Будут так ярки и отчетливы Для нас здесь, на этой земле. Но в вечности мы узнаем, Сколько было таких случаев, Когда наш милосердный Господь Заповедал о нас своим ангелам, Чтобы мы не Приткнулись, А какой-нибудь греховный камень Ногою нашу. О, как велика мудрость И ведение нашего дорогого Господа! Можно было бы упомянуть Много таких служебных духов, Которых Господь посылает нам, Чтобы охранять нас На путях наших И не допускать нас На путь гибели. Но один, который Превосходит всех других, Это живущий в нас Дух Святой. Какую охрану мы имеем В третьем лице Святой Троицы! Какая милость и благодать, Что Он в нас живет! Его цель — Сохранить нас от греха И предоставить нас Богу святыми Без пятна и порока Во славу Его! Возлюбленные, Как важно, Чтобы мы были Всегда и постоянно Исполнены Духа Святого, Чтобы Он полностью Имел контроль Над всем Нашим существом! О, дорогие мои, Он один может Сохранить нас От падения И представить Непорочными Богу! Ему слава, Нашему премудрому Богу, Любящему нас Вечной любовью Во все роды От века до века! Поэтому, дорогие мои, Будем избегать Всякого вида греха, Взирая только На нашего Господа И уповая На Его силу Соблюсти нас В чистоте И непорочности До самого конца! Пусть Господь Сам Благословит это слово Нашим сердцам! Субтитры создавал DimaTorzok